Сегодня я поговорю о Steam Deck. Я человек, знающий о Steam Deck, потому что с момента его официального анонса по сегодняшний день я с овидной регулярностью просматриваю контент, посвященный ему как русско-так и англоязычное видео и некоторые статейки. Для понимания до сих пор у меня первое предлагаемое мне поисковой запрос в YouTube это Steam Deck. Насколько я его много раз искал в YouTube, по крайней мере. Это будет долгий видос слэш-подкаст, смотря как вы его слушаете, смотрите. Я думаю, практически не на час он будет, но он очень объемный будет, в том числе инфой, которую вы не знали и моими рассуждениями, которые нигде я не слышал пока что. Так, у меня есть некий план из тем основных, которого я буду придерживаться. Вот, единственное, он был написан 3 месяца назад, но тогда у меня руки не дошли, естественно, он сейчас был дописан, потому что много чего вышло, да. Вот, но первое в плане это рассказать, как в принципе вышел Steam Deck. Steam Deck вышел практически 4 месяца назад, это довольно большой срок. И вышел он на канале IGN в виде серии выпусков, серии видео, которые представляли собой или интервью, либо сольное, скажем так, выступление, сольный ролик репортера из IGN. Рассказывали там о его предназначении, возможностях и как его в принципе разрабатывали. Интервью, естественно, если и брали, то у работников Valve, которые работали над Steam Deck'ом. Так, дальше управление, разъемы и способы ввода. Ну, начнем с лицевой панели Steam Deck'а, более такая неизвестная инфа будет ближе к концу ролика, но здесь тоже будет интересный довольно факт. На лицевой панели, ну, кроме экрана, по бокам еще от него расположены, естественно, стики, сенсорные панели, стандартный набор клавиш стрелочек, я их так буду назвать, я далекий человек от контроллеров, и набор клавиш действий типа XY, AB или, если сравнивать с PlayStation, то там это у нас фигуры всякие, треугольнички, квадратики. Вот. Еще, естественно, есть сенсорный экран, гироскоп, которого мы коснемся позже. На лицевой панели еще два микрофона, динамики и четыре клавиши типа Start, Select, 2, всяких джойстиков. Еще есть клавиши сверху, это два курка с каждой стороны, типа R1, R2, L1, L2. И еще по два курка с задней стороны. Зачем столько клавиш? Потому что, господа, мы будем играть на стимдеке не в консольные игры, или в консольные игры, но ориентированные под ПК. А там у нас совершенно другое управление, ориентированное под большое количество кнопок и действий. Ну, для примера, ну, я не знаю, как без задних курков можно будет играть в тот же самый Тарков, или... Ну, давайте побольше это обсудим. Например, ну, любой лутер-шутер возьмем Borderlands. Довольно много действий, да. Возьмем Ведьмака. Тоже много клавиш нужно. Ну, скорее я молчу. Возьмем, например, стратегии. Крайне проблемные игры на консолях, как раз из-за управления. Возьмем, например, Циву. Цива на ПК ориентирована на экранный интерфейс, которым нужно управлять с помощью мышки, и таким образом вся партия проходит практически без использования клавиатуры и только мышкой. Поэтому на стимдеке будет очень удобно использовать сенсорный экран для игры в Циву, да. Ну, если возьмем РТС, например, StarCraft, там у нас быстрый геймплей с важной быстрой скоростью реакции, управления. Для этого нам сенсорный экран ни в коем случае не подойдет. Нам нужен будет большой набор клавиш, потому что функций и юнитов всяких много нужно. Например, выделять юнитов можно будет сенсорным экраном, и это будет, полагаю, довольно удобно. А управление с помощью большого количества курков. То же самое примерно будет с каким-нибудь Warcraft 3. Да, что еще? Давайте я еще расскажу про свою историю, как мне понравился гироскоп и сенсорные панели. Сначала расскажу про гироскоп. Где-то 4 или более года назад я приобрел себе PlayStation V2. Изначально я думал, что дорога с ней мне в шутеры будет закрыта из-за управления. Но первое, что я сделал, все же установил Uncharted, по-моему, Золотая Бездна. И был приятно удивлен тем, что там есть гироскоп, он спасает все положение. Потому что если с помощью стиков я не мог даже примерно вблизи прицелиться, примерно в тело, то с помощью гироскопа я мог прицелиться прямо в голову. Происходило это так. Примерно там в нужном направлении я наводился стиком, примерно там погрешность 30 градусов, а на голову я наводился с помощью гироскопа. И это работало прекрасно. Я с удовольствием прошел Uncharted и никаких плохих ощущений при этом не испытывал. Насчет стиков и гироскопа, в принципе, в стимдеке... Во-первых, гироскоп в стимдеке прокачан. Возможно, и сам гироскоп стал лучше, но если и стал, то вряд ли прям сильно, потому что гироскоп сама по себе штука простая, и сделать его качественной труда не составляет. Но сделать его более удобной валовы смогли. Каким образом? Ну, теперь гироскоп работает не всегда, а только тогда, когда вы касаетесь элементов управления, таких как стики или сенсорная панель. То есть, если вы их не трогаете, гироскоп не работает, что довольно удобно. И что также обозначает, что у нас есть даже датчики касания в стиках. Кстати, насчет стиков. Стики у нас не совсем обычные для прототивных девайсов, потому что, если мы посмотрим на стики, на Nintendo Switch, тем более на PlayStation V, я уже молчу про PSP, где это был какой-то обрубочек, там мы увидим маленькие аналоги наших крупных собратьев, а именно DualShock 5 современного, если он так, конечно, называется, и какой-нибудь того же Xbox-контроллера. А на Steam Deck у нас будет как минимум такой же, как на Xbox-контроллере, по размеру этот самый стик. То есть, сравнивать его с неполноценными, неполноразмерными стиками, ну, такое себе, потому что этот будет крайне удобней. Дальше расскажу еще историю про вот эту сенсорную панель. Когда-то я хотел себе приобрести контроллер и остановил свой взгляд на Steam-контроллере, как раз из-за сенсорных панелей. Я, в принципе, все время предпочитаю клавиатуру и мышь, потому что мне нравится их точность и, скажем так, простота, потому что контроллер и его аналоговый стик не дают нам возможности точного такого прицеливания. То есть, с помощью контроллера мы можем выбрать примерное направление, куда двинется наш теоретический прицел или курсор, а с помощью угла наклона мы отрегулируем его скорость движения. А мышка или сенсорная панель, с помощью нее мы двигаем в определенную сторону пальчик или мышку и с такой же скоростью, ну не на такой же, но смотря какая чувствительность, на подобное расстояние будет двигаться наш курсор. Это намного точнее и траектория может быть более разная по скорости и протяженности, более рваной быть, и это удобнее явно. Правда, сам Steam-контроллер я так и не смог пощупать, потому что он резко пропал из продажи и я не смог его приобрести за вменяемые деньги, но до сих пор бы хотел. Так, дальше что идет? Так, гироскоп, Цива уже рассказал, вот. Жаль, что нельзя будет подключить к Steam Deck внешнюю видеокарту, как, например, можно на ноутбуках Apple в большинстве и некоторых на винде ноутбуках. Не знаю, почему эту возможность не давали, возможно, она запатентована и повела бы за собой большие расходы, но хотелось бы ее видеть, ее отсутствие, как по мне, один из самых, если не самый большой минус, Steam Deck. Возможность подключить устройство и док-станцию к Steam Deck. Док-станция, подключается она через USB Type-C и позволяет нам расширить ассортимент разъемов, добавляет нам 3 полноразмерных USB, 2 порта для подключения внешних мониторов, HDMI и DisplayPort и Ethernet. Внешние устройства тоже можно подключать практически любые, но и о док-станции, и о устройствах мы поговорим в теме альтернативного использования Steam Deck. Так, следующая тема, характеристики. Характеристики Steam Deck – это гибридный процессор, ну, то есть, видимо, APU. APU – это обозначает совмещенный процессор и видеокарту на одной подложке. Такое мы можем видеть в ноутбуках, в PlayStation 5, PlayStation 4, ну и много, в принципе, где. Есть свои минусы, есть свои плюсы. Если затрагивать процессор, то это Zen 2, 4 ядра 8 потоков и 2,4 ГГц с турбобустом до 3,5. Видеокарты – это RDNA 8 с двумя вычислительными блоками. И давайте сразу скажем, почему нельзя эти характеристики соотносить с характеристиками PlayStation 4 и Nintendo Switch. Для примера я приведу свой процессор. У меня Xeon, довольно старый, но все еще актуальный. У него 8 ядер, 16 потоков и характеристика одного игра – это 2,9 ГГц с турбобустом, по-моему, до 3,1. И недавно собрал я другу тоже компьютер, но на более новом тоже Xeon. Но, по-моему, он вышел спустя 3 года после моего. У него уже не 8 ядер, 16 потоков, а 12 ядер, 24 потока. Но производительность на ядро снизилась. Если у меня было 2,9 до 3,1, то там 2,6 ГГц. И вроде бы у него производительность на одно ядро должно быть хуже, чем у меня. Но из-за того, что архитектура процессора, прошу заметить, именно строение внутреннее, строение процессора, не программная архитектура X86, а расположение элементов внутри процессора, оно изменилось, оно прогрессировало, и из-за этого у него одно ядро чуть ли не в 70 раз мощнее моего, хотя по характеристикам оно хуже моего. Тут я допустил ошибку не в 70 раз, а на 70%. И таким образом, например, у меня в старых играх, которые плохо оптимизированы под многопоток, используют одно-два ядра, все очень плохо, потому что одно отдельно взятое ядро моего процессора довольно слабое. А вот его одно ядро, хотя на бумаге и более слабое, но не имеет никаких проблем с этими же играми. Если же мы берем PS4, мы вспоминаем, что консоль вышла в 2013 году, и на борту у нее был нормальный процессор на тот день, и такая себе видеокарта, даже на 2013 год, так как вышла она, если не ошибаюсь, примерно в 2011 году, на десктоп-варианте, и была даже не пред-топовой, а скорее средней. если у нас различия между процессорами, которые вышли 3 года, разница довольно большая, то как в принципе можно сравнивать приставку, которая вышла в 2013 году, и приставку, которая выйдет в 2021, даже в конце 2021, по-моему, такое себе. С видеокартой примерно так же обстоят дела, только производительность видеокарты в основном показывают так называемые террафлопсы, которые довольно узкие. Ну, то есть террафлопсы – это как IQ у человека, ну, вроде показывают, но крайне узкий такой спектр. Террафлопсы, во-первых, могут быть разные, во-вторых, они значат далеко не всё, они, да, такое себе. Ну, у PlayStation 4, если смотреть на бумаги, 1.8 террафлопса, а у Steam Deck, если не ошибаюсь, 1.6. Ну, ладно, сделаем свои выводы, поймём, что это видеокарта 2011 года, и она явно менее мощная. Ну, например, возьмём Nintendo Switch, который, ну, более новый, у него 1 террафлопс. Почему этот, даже этот 1 террафлопс завышен? Потому что террафлопсы по-разному вычисляются. И если, например, Steam Deck вычислялся там по 32-м чего-то там методу вычисления этих террафлопсов, то Nintendo Switch, он по 16-ти чего-то там методу уже вычислялись, его террафлопсы. Это совершенно разные террафлопсы, сравнивать их ни в коем случае нельзя. Если идти дальше, по характеристикам у нас будет оперативная память. И это стало удивлением для меня. 16 гигабайт, которые заявлены, что будут быстрее, чем двухканальная DDR4. Почему? Это всё очень хорошо. Мы вспоминаем, что процессор в нашей консоли AMD, и что AMD очень любит высокочастотную оперативную память. И что от оперативной памяти сильно зависит производительность всей системы на AMD. И хотя это в основном всё же соответствует более ранним процессорам AMD с 2017-2019 года, но всё же в поздних всё ещё сохраняется подобная тенденция. Это один плюс быстрой памяти. Дальше, второй плюс быстрой и большого объёма памяти. Мы вспоминаем, что у нас АПУ. А АПУ предусматривает отсутствие видеопамяти, и предусматривает использование вместо видеопамяти оперативной памяти. А оперативная память явно медленнее, чем видеопамять. И, например, возьмём ноутбуки старые, да. У них там какая-нибудь 4-гиговая плашка, такая же АПУ, нет, без дискретной видеокарты, слабенький какой-нибудь ноутбук. И вот вы хотите посмотреть видос на Ютубе, у вас сжирается там 700 мегабайт, ну, пускай будет гиг, сжирается оперативной памяти в видеокарту, остаётся 3 гига оперативной памяти на всё остальное. У вас винда 7-ая стоит, она много оперативки жрёт. И вот и ваш ноутбук лагает. Вот. А у нас 16 гигабайт высокоскоростной памяти. И для видеопамяти, конечно, важна и скорость, и объём. Ну, объём, понятное дело, сможет побольше захавать, а в современных играх это важно. Ну, и побольше останется под оперативку. Ну, и сама оперативка быстрая. Это не минус, конечно. Альтернативное использование стимдек. Ну, стимдек действительно имеет большой потенциал, чтобы быть использованным как компьютер обычный, стационарный. Ну, и, например, у вас есть участок с домом в Панавсковье, или если подальше в Анапе, или если ещё подальше, за границей, да. И из-за того, что он у вас во владении, вы в основном тратитесь на перелёт туда, на самолёте. И из-за этого вы стараетесь там подольше побыть, побольше отдохнуть, чтобы купить, так сказать. И у вас хобби, связанное с деятельностью на компьютере. Вам, в принципе, хочется иметь там компьютер. Ну, и какой у вас выход есть? Купить отдельный компьютер, который будет стоять большой отрезок времени, пока вас там не будет. Надо будет потратиться на сам компьютер, что-то довольно дорого, тем более в сегодняшние дни. На монитор. Ну, такое себе, да. Второй выход. Купить ноутбук. Ну, это действительно неплохой выход, потому что ноутбук пригодится не только на этой даче, но и дома, в поездках других. Тоже удобно. Но он будет стоить явно дороже Steam Deck'а. Ну, с такими же, конечно, характеристиками. Ну, тысяч шестьдесят, я думаю. А за шестьдесят тысяч это дороже, чем максимальная комплектация Steam Deck'а. Только у Steam Deck'а будет в максимальной комплектации высокоскоростной 512-гигабайтный SSD-накопитель. Думаю, в ноутбуке за шестьдесят тысяч такого не будет. И третий вариант. Steam Deck. Вы получаете, так же, как и с ноутбуком, не только замену персонального компьютера для дачи, но и консоль, которой вы будете пользоваться на повседневной основе с помощью док-станции у вас большое количество портов, в которые вы можете подключить ну, что угодно. И, например, у вас есть какое угодное увлечение, связанное, например, с софтом Adobe. Adobe – довольно устаревшее обеспечение. И если мы возьмём всё же профессиональное обеспечение типа DaVinci Resolve, с ним могут возникнуть проблемы. У Steam Deck'а он с ним просто может не справиться. Но если мы берём простенький Adobe, After Effects, Premiere Pro, Photoshop, Lightroom, что угодно, Animate, что угодно, действительно, это Steam Deck сможет подтянуть. Ну и, например, вы хотите порисовать в Крите. Ну что ж, купите графический планшет, подключите его через USB, через док-станцию и рисуйте. Подключите монитор, в конце концов. Вы можете купить монитор на дачу, который там будет всё время стоять, а монитор – это недорогое удовольствие. Самый дешёвый Full HD, наверное, стоит около 7 тысяч, а нормальный уже можно купить за 12. Это небольшие расходы. И спокойно рисуйте. Можете заниматься музыкой в Эбблтоне или FL Studio, Лоджике. Лоджике. Подключить MIDI-клавиатуру, я не знаю, записывать, записывать на микрофон, подключить аудиокарту, там, с кучей выходов на микрофоны и подключить там 4 микрофона. Никаких проблем не будет, это полноценный компьютер. Что ещё можно подключить? Внешний хаб для жёстких дисков. Почему нет? У нас сервер подключить. Ну, серьёзно, что угодно, что хотите, то и подключайте. Сентезатор вообще не имеет смысла. Есть, конечно, сфера, с которой могут возникнуть проблемы, так как она очень притязательна и требовательна в плане характеристик, мощностей устройства. Это 3D-моделирование. Да, с ней, скорее всего, возникнут проблемы, либо вы будете делать что-то простенькое. Вот. Но всё остальное, так сказать, открыто. Ну, ещё, конечно, очень сложные спецэффекты тоже будут. Тяжелые для стимдека. Ну, базовые и средние задачи он, конечно, сможет спокойно выполнить. Так, открытость стимдека. Например, кстати, айтипедия в разборе стимдека сказал, что почему же в стимдеке нельзя, например, поменять аккумулятор. Раньше было круто, была модульная система у телефонов. Можно было носить несколько аккумуляторов, заряжать их на док-станции и кайфовать долгим зарядом, да. Ну, айтипедия почему-то не вспоминает про как круто с открытой операционной системой, которая намного легче вспомнить, потому что Windows, вот Linux, а на PlayStation такого нет. Что дает открытая операционная система? Ну, в принципе, ее можно как минимум переустановить, да. Хотите, хотите, поставьте любой другой Linux, хотите, поставьте Windows, Hacking тоже можете накатить, е-мое. В принципе, ну, вы знаете, что такое открытая операционная система. Делайте, что хотите, пишите, что хотите, внедряйте, что хотите. Это компьютер. Дружелюбность для пользователя, ну, это в том числе открытость. Делайте, что хотите, никаких ограничений не будет. Хотите, поставьте торрент. Почему нет? Незаконно, ну, вдруг вы живете там где-то законно, да? Так, что еще тут придумал? расценки. Ну, давайте их в конце затронем. Протон. Протон, кто не знает, Steam Deck работает не на Windows, потому что Windows стоит денег, а еще потому, что Windows это плохая операционная система для игр. Она сильно нагружает устройство, чем не отягощает нас Linux. Поэтому они выбрали Linux, тем более Linux можно модифицировать под себя, под свои задачи. И на Linux довольно мало игр, которые изначально поддерживаются, поэтому есть Vine и, я так понимаю, подраздел Proton, которые эмулируют Windows и позволяют запустить игры с Windows. С дальнейшей дополнительной оптимизации нет разработчиков от энтузиастов. Большинство игр Steam, ну, популярных. Популярные, ну, практически все, в принципе. Естественно, там возникает проблема с антивирусом, надеюсь, они решат ее, я думаю, все они знают, нет смысла не рассказывать. Так, что еще? Steam там выкатили свою систему оценки, годности игры на Steam Deck, но высшую оценку довольно сложно получить, потому что игра не просто должна быть хорошо оптимизирована, она еще должна быть оптимизирована под интерфейс, под управление, это очень сложно сделать, как правило. Удобство, удобство консоли, и здесь я имел в виду, как удобно держать, и держать ее будет очень удобно. Для сравнения могу предложить сравнение с камерами. Например, есть мыльницы, такие маленькие фотоаппаратики, карманные, и снимать на них очень сложно, потому что они маленькие, неухватистые, и видео на них, как правило, всегда дрожащее. Есть зеркалки, без обвеса, но у них есть выпуклости, за которые удобно держать, они массивнее, хотя тяжелее, на них намного легче снимать, рука меньше устает, потому что меньше напрягается. можно прикрепить еще обвес дополнительной ручки, это будет еще удобней. Мы можем взять профессиональные камеры, которые на плечо прям ставятся, они уже очень тяжелые, и да, с ними вы будете быстрее выставать, но там, например, практически не нужен стабилизатор, потому что ее практически не трясет. Вот, так что мне кажется, от Steam Deck возможно даже меньше будут выставать руки, чем от Nintendo Switch, тем более разница, насколько там в 30% по весу от Nintendo Switch удивительная, я не знаю, как они так смогли сделать. Так, что еще? Разборка. Разборка Steam Deck. Valve примерно две недели назад опубликовали официальное на своем канале YouTube видео, как разбирать Steam Deck и что там внутри расположено. И я, как человек, который видел внутренности большого количества ноутбуков, чинил их, ну и более-менее там понимая, что как работает, могу оценить в 9 из 10 внутреннюю компоновку, потому что она крайне удачная и дружелюбна для незнающего человека, да и в принципе любого разборщика. Она достаточно модульная и достаточно целостная. Модульная, например, она, любой человек, практически, державший ранее отвертку в руках, может заменить и паяльник, может заменить стик. Где вы еще можете вручную заменить стик? Да, я не знаю где. Это очень удобно, очень приятно. Главное, чтобы они были в продаже расположены за нормальную цену. SSD тоже можно будет поменять, но там вот странного размера. Да, там все еще пока что мутно для меня. Вот, но за внутреннюю компоновку ставлю лайк. Ну и давайте последние расценки. Есть три варианта за, не помню, за сколько. В минимальной комплектации там 64 гигабайта и это EMMC память или как она там называется. Короче, память из флешек и для понимания такая же в смартфонах стоит. У смартфонов бывает быстрая EMMC память. Почему-то на ней никто не сетует, потому что она достаточно быстрая и хорошо работает. Для понимания в том же Nintendo Switch стоит такая же память, только скорее всего намного медленнее. 64 гигабайта уже могут стать проблемой, но есть расширение с помощью карты памяти. И для понимания все вот эти видео TIGEN, где показывался геймплей, игры были запущены с помощью карты памяти. По-моему, это все доказывает. Конечно, карты памяти не хватит для некоторых сетевых игр, например, папок, где нужна постоянная подгрузка текстур, когда ты падаешь с парашютом, да, там не будут скорее всего подгружаться текстуры, и в папку будет практически невозможно из-за этого играть. Это неудобно, это да. Но если вы покупаете консоль только для платформеров или каких-то эмуляторов, ну, это, наверное, очень неплохой вариант, тем более он дешевый. Второй вариант на SSD уже и 256 гигов, и третий вариант на 512 гигов. Начинка, именно процессор, оперативка, видеопамять, видеоядро, ничего не меняется, меняется только накопитель и стекло, и комплект аксессуаров, и всяких обоев в Steam. То есть, ну, если вам действительно играть в платформеры, только, ну, не вижу ничего плохого в самом дешевом наборчике. Я постараюсь купить самый дорогой, но, наверное, что это будет вскоре после выхода Steam Deck на российский рынок. Вспомнил неозвученную информацию в ролике. Есть данные о том, что Valve готовят не эксклюзивную, но игру, ориентированную на Steam Deck. То есть, скорее всего, будет доступна на ПК и на Steam Deck, но всякие интерфейсы изначально, по крайней мере, будут, и вся игра заточена под Steam Deck. Ну, как Half-Life Alyx заточен под индекс, так же, вот, теоретически эта игра будет заточена под Steam Deck. до сих пор. Субтитры подогнал «Симон»!